Скажи, пожалуйста, а вот ты всё время говоришь о том, что Путин сейчас ищет способы, как продлить свою жизнь и борется со старостью и со смертью. А в конце концов, найдутся там рядом какие-то люди в его окружении или же не в окружении, то есть фактор толпы, ведомой чем-то или кем-то, которые помогут ему уже не бороться? Определённая вероятность этого есть, но на этом не застроить никакого практического сценария. Потому что этот сценарий же не может быть известен заранее. Если будет утечка, любая информация о заговоре, это заговор будет сразу нейтрализован. Поэтому тут, так сказать, это для какого-то предметного анализа политического ли, военного ли, психологического ли не работает. Путин, естественно, опасается этого, даже боится этого, поэтому он укрепляет свою безопасность всячески. Я не вижу людей, которые в российской элите, которые были бы в этом сегодня прямо заинтересованы, поскольку Путин остаётся очень важной символической скрепой для этих элит. Они бы друг друга перестреляли из пнева, если бы он не сдерживал деструктивные усилия различных планов, игру в собственном путь. Хорошая перспектива, это хорошо. Но завтра это всё, разумеется, возможно. Другое дело – это из области мечтаний. Мы не можем это сказать. Как пригласила известная шутка советских времён, как почти у всех людей у него были отец и мать. Так вот, как почти у всех людей Путин смертен. И, как известно, как говорил герой классического романа, он ещё и внезапно смертен. И такое может случиться. Должны ли мы делать на это ставку? Ну, в каком-то метафизическом смысле, да, можем. Но мы не можем рассуждать об этом, с какой вероятностью это случится и в какие сроки. Это не поддаётся измерению. Стас, давай поговорим немножко о предстоящих выборах президентских в Америке, которые, конечно же, исход которых будут влиять на международную повестку и на все другие страны, в том числе это важно для Украины. И это очень важно для Путина, потому что мы понимаем, что ООН, как раньше, прикладывал усилия для того, чтобы попытаться вмешиваться в президентские выборы в Америке, как, впрочем, и в других странах, не щадя ресурса финансового прежде всего, так и сейчас он явно уже ведёт работу и будет её продолжать вести. И, судя по заявлениям, которые делает Трамп, который не оставляет надежды опять стать президентом, Путин где-то там рядом с ним ходит. Вот скажи, пожалуйста, как ты этот процесс сейчас оцениваешь? Как ты думаешь, кто будет в итоге баллотироваться и у кого больше всего шанс? Дональд Трамп, ну, Путин, конечно, там рядом не ходит, речь, скорее, о совпадении интересов. Как и в 2016 году Путин не помогал Трампу стать президентом. Он способствовал хаотизации политического пространства Америки, тем самым косвенно, да, способствовал победе Трампа, но, как, собственно, и показало расследование спецпрокурора Мюллера, никаких договорённостей между Путином и Трампом, конечно, не было. Хотя, возможно, некие близкие к Путину люди хотели бы их достичь. На сегодняшний день республиканский электорат просто в массе своей выступает за то, чтобы уменьшить американское участие в войне в Европе и сократить помощь украинке. Это позиция электората. Демократический электорат наоборот. Кроме того, 53% демократического электората, демократической партии считают главным источником опасности и противником Америки и Россию, в то время как в республиканском электорате с большим отрывом идёт Китай на первом месте. Именно поэтому кто бы от республиканской партии не стал президентом, если она победит, Дональд Трамп или другой основной потенциальный кандидат Рональд Де Сантис, нынешний губернатор штата Флорида, ясно, что это выгодно Путину в этом смысле, что вероятность переговоров с Путиным о прекращении войны в Европе растёт. Но это нужно ещё дотянуть до января 2025 года, пока республиканский президент будет инаугурирован. Я думаю, что глубинное государство, скорее всего, американское Бип-стейт, помешает Трампу баллотироваться. Да, собственно, мы видим сегодня большой раскол в республиканских кругах. Эта конференция американского консервативного политического действия, СИПАК, на которой Трамп получил тотальную поддержку, вовсе не отражала позиции большинства республиканской партии. Больше того, и по таким мероприятиям, повредению крупных новых политических игроков-неофитов типа Илона Маска, мы видим, что вообще реструктурируется политическое пространство США, и двухпартийная система постепенно уходит в прошлое. Возникают какие-то новые фрагменты, новые идеологические приоритеты, и зачастую, скажем, позиции консервативных крыльев республиканцев и демократов совпадают в гораздо большей степени, чем их же позиции по отношению к радикальным крыльям собственных партий, которые тоже смыкаются по принципу и на антиадромии, как известно. Поэтому, кто бы не победил на американских выборах, во-первых, до января, до 2025 года еще очень далеко, и что-то должно решиться гораздо раньше, на мой взгляд, во-вторых, все равно при любом президенте Америка не будет благосклонна к Владимиру Путину и его типу режима. Поэтому с той или иной мощью, но все равно она будет поддерживать поражение Российской Федерации для исчезения войны, если эта война продолжится к тому моменту. Ты знаешь, вот моя большая надежда и ощущение, что мы победим до выборов, которые состоятся в Америке. Ну, если говорить о прогнозах, то, конечно, то, что говорит Кирилл Буданов. И, кстати, вот все то, что он говорил до этого, сбывалось ровно и в сроке, который он планировал, озвучивал, и ровно так вот, он говорит о том, что до осени этого года Украина выйдет на свои границы на момент 1991 года, то есть мы заберем все свое. Конечно, я очень хочу в это верить, как и вся Украина, слушай, как и весь цивилизованный мир, потому что, ну, победа Украины в интересах цивилизации, это как война будущего с прошлым. Скажи, пожалуйста, а вот ты считаешь, когда мы победим, когда наша победа? Ну, я внимательно следил за выступлениями Кирилла Буданова на всем протяжении его звездной карьеры, и не могу подтвердить, что все его прогнозы сбывались. Нет, не всегда. Кирилл Буданов... Главное, не, основные все сбывались. Кирилл Буданов хороший пропагандист и психотерапевт, как и Алексей Арестович, но тут важно отвечать пропагандистскую позицию от экспертной. Ни Арестович, ни Буданов на нее не претендуют. Они должны держать в состоянии определенной мобилизации аудиторию, что они и делают. А для поддержания мобилизации аудитории нужно обещать победу в обозримые сроки. Что и как будет, мы узнаем в начале лета, когда завершится все-таки ближайшее наступление. Но мы видим, что даже независимо от моей позиции, мы видим, что американские элиты и части европейских элит считают, что все равно ситуация застынет где-то на границах по состоянию 22 февраля 2022 года, скорее, чем 91-го года. Я не знаю, будет это так или нет. Это зависит от огромного количества случайных факторов. Я думаю, вот мое, опять же, ощущение, что это так, как большинство людей, подавляющие на Западе, считали, что если Путин пойдет широкомасштабным наступлением, то он захватит Киев за три дня. Украина доказала, что это не так. Я не могу ничего прогнозировать. Я считаю, знаешь, что те, кто сейчас на Западе, а такие есть действительно, и мы видим публикации в западных СМИ, которые говорят о том, что, ну вот, мы не сможем все освободить, это, наверное, там где-то будет замороженный конфликт, а потом что-то надо договариваться. Я считаю, что просто жизнь покажет, потому что то, как себя ведет украинская армия, доказывает в очередной раз ценой неимоверных, неимоверных и потери, усилий и всего-всего-всего, да, но это доказывает то, что мы не останавливаемся. И ты увидишь, наверное, опросы общественного мнения в Украине, которые постоянно проходят, кстати, разными компаниями, то есть абсолютно независимыми друг с другом, но они все пересекаются. То есть украинцы видят свою победу только в возвращении всей своей территории. Более того, даже когда, вот я не знаю, читал ли эти, ты сейчас говорил об этом про ядерное оружие, читал ли эти опросы Путин, когда даже Украину спросили о том, а вот если Путин ударит ядерным оружием, все равно за то, чтобы продолжать бороться и освободить всю территорию. Подавляющее большинство, не помню цифру, сказали, что да, то есть не остановит даже ядерное оружие. Уже настолько опротивлено оккупанты. Мы об этом говорили, но общественное мнение и военная экспертиза – вещь все же разная. К тому же общественное мнение может колебаться на длительных отрезках времени. Общественное мнение крайне важно, потому что на него опирается и политическая верхушка в своих решениях, и в итоге… Да, и мы, кстати, по последним опросам из Центра Разумкова и Института социологии Академии наук Украины в главе с господином Головахой. Там вооруженные силы Украины занимают первое место по доверию во всех слоях населения, а потом дальше идут спецслужбы, службы чрезвычайных ситуаций, добровольцы, волонтеры. Вадим Ирзеленский стоит на шестом месте всего лишь, хотя и с очень большим абсолютным результатом – 81%. Доверие – ну, он в шестом, а зная амбиции, ревность Владимира Александровича, посмотрим, как это повлияет на взаимоотношения между ним и силовыми структурами. Его же посмотрим, потому что до конца войны никак существенно не повлияет, а там будет видно. Естественно, к началу лета что-то должно решиться. Что именно? Ну, подождем, так сказать. Многое очень зависит. Я считаю, что Российская Федерация готовится к мощной обороне этих оккупированных территорий, тоже нельзя сбрасывать за счетов. И ключевой фактор – это сможет ли, обладает ли Украина в должной степени мобилизационным ресурсом новым. РФ сейчас готовит очередную мобилизацию, она так не будет называться. Уже подписан секретный указ. Как всегда, под видом всего. Они же расширили возраст, да, призованы? Подписан секретный неопубликованный указ Путина о военных сборах. Расширяются возможности призыва. И где-то Россия рассчитывает реквентировать, Кремль рассчитывает реквентировать еще 400 тысяч человек в ближайшие два месяца. Вот, собственно, это очень важный фактор всего происходящего. Я говорю, что через два месяца мы будем многое знать. Но эти два месяца надо пережить и дожить до их окончания, до этого периода. Стас, а есть у Кремля во что эти 400 тысяч, которые, как ты говоришь, они собираются сейчас призвать, во что их обуть, одеть, дать оружие, накормить, полючить? У Кремля есть с этим проблемой, безусловно. Но все-таки для Путина самое главное это пушечное мясо как таковое. А во всем остальном он думает во второй очереди, тем более, оказывается, еще добровольцы, волонтеры, семьи должны. Рамзан Ахматович Кадыров недавно сделал программное заявление в своем телеграм-канале о том, что если тебя отправляют умирать за Путина, то решай все свои проблемы сам, а не надеясь на государство. Опять же, в очень важной пропагандистской линии современной официальной Российской Федерации всех людей, относимых к этой социальной группе соратников Владимира Владимировича, является то, что жизнь человеческой ничего не стоит. Жизнь русского человека не стоит. А смерть за Путина стоит. Поэтому надо, безусловно, умирать и не морочить голову ни себе, ни другим. Скажи, пожалуйста, а вот то, что на днях горело здание ФСБ в Ростове, и, кстати, так хорошо, качественно сгорело, потому что минимум четверо погибших по той информации, которую русские же СМИ и дают. Это что? Это кто? И ожидать ли повторения? Ну, там же был склад боеприпасов еще в этом здании, поэтому так и горело. Вот на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону. Ну как, мы же знаем, что у чекиста что должно быть? Холодная голова, чистые руки, горячие сердца. Вот с ним и горячие сердца, будучи собраны в одном помещении рядом с боеприпасами, как-то воспламенились. Но в России вообще много чего горит в последнее время. Это совершенно не обязательно связано с какими-то целенаправленными действиями оппонентов Российской Федерации. Это может быть связано просто с большим износом инфраструктуры или даже межклановыми коммерческими разборками. Вот, например, когда горит какой-нибудь рынок ОБИ или вообще с большой склад мебели или чего-нибудь прочего, что в последнее время бывало нередко, можем вспомнить, что большим игроком сегодня на рынке мебели в ОРФ является Рамзан Ахмадович Кады. А он любит, как известно, брутальные методы решения разных вопросов. В общем, так или иначе, это не вселяет должного оптимизма в Российскую Федерацию, но президент Путин, который принимает ключевые решения относительно продолжения войны, он этого не знает. Он живет в своем бункерном пространстве. Вопросы общественного мнения в Украине он тоже не верит, поскольку крупнейшими экспертами по Украине для него остаются Виктор Вадимович Медведчук и Николай Янович Азаров, которые на полном серьезе объясняют ему, что все эти данные недостоверны, а половина населения Украины, как минимум, хочет прекращения боевых действий и мира с Россией. Они это ему объясняют. Ну, мне кажется, это уже в прошлом, Стас. Ну, все. В настоящем, в настоящем. Медведчук снова реанимирован, как руководитель некого пророссийского украинского проекта. И он имеет доступ к Путину, типа, после всего, и Путин ему еще верит? Минуточку. Так Путин его вызволял персонально. Не, ну это одно. А другое после всего, что он... Ну, потому что якобы Медведчук Путину не важен, тот не будет за него бороться. Все говорили, кроме меня. У меня было очевидно, что будет. И он, как сказал Раджеп Тайп Эрдоган, возможный будущий Нобелевский вурят, единственный вопрос, по которому Путин его беспокоил лично, это судьба Медведчука. При том, что Медведчук гражданин Украины, он вообще не подлежал обмену по этому критерию. Тем не менее, был вызволен. Нет, конечно, доверяет. А как? Для Путина, правда, это устраивающая версия. Он не нуждается в независимых точках информации. Он должен закреплять свою собственную картину мира, которая в его понимании является истинной последней инстанцией. Но это очень хорошая новость, то, что ты говоришь. Если он опирается на знания об Украине и понимание Медведчука, это прекрасно для нас. Конечно, а как? Медведчук снова выведен в эфиры российских федеральных телеканалов. Он везде мелькает. Он публикует свои программные статьи о том, что в Украине есть некая альтернативная позиция, которая не соответствует. Есть огромная масса украинцев, которые ненавидят укронацистов во главе с Зеленским. И, конечно, настанет день, когда этот тренд победит. Это пишет и говорит Медведчук в официальных российских митч. Чего он никогда не мог бы делать. Не то, что без разрешения Путина, а без указания Путина. Спасибо.